Смерть от осложнений гриппа может предотвратить обычное очищение организма если вы знаете как его правильно проводить потому как если у вас нет возможности переехать в регион где нет эпидемии гриппа тогда каждый человек без иммунитета находится в группе риска иммунитет можно приобрести путем вакцинации но в разгар эпидемии гриппа ее проводить разве что может только камикадзе она не усилит а ослабит вашу иммунную систему иммунитет можно приобрести и после перенесенного гриппа и те кто переболел свиным гриппом пять лет назад при первом его появлении вот в этой истории на планете также могут вести себя относительно уверенно как нельзя дважды выйти в одну реку так практически невозможно дважды переболеть одним и тем же штаммом вируса гриппа правда и больше сотни известно поэтому болеть можно достаточно часто однако в любом случае заболевание самого начала нужно сопровождать правильно от этого зависит окончательный результат выздоровление иммунитет либо осложнение и утрата части ваших возможностей поэтому просмотрев это видео до конца вы узнаете какой грипп это сезонная особо опасная инфекция также вы узнаете какие при гриппе работу основные пути очищения вашего организма и как узнать насколько ваш организм готов встрече с этой особо опасной инфекцией ну и как предупредить самые опасные для жизни осложнения гриппа почему же грипп сезонная особо опасная инфекция просто каждое живое существо потребляет что-либо из окружающей его среды и выделяет нее продукты своей жизнедеятельности это называется обмен веществ человек не исключение нарушение в системе питания и или очищения и развиваются основные неинфекционные заболевания которые с развитием цивилизации стали все более частым явлением оттеснив примерно 100 лет назад собственно инфекционные заболевания с первой строчки среди причин смерти на которой инфекции находились всю историю развития человечества однако возбудитель инфекционных заболеваний вирусы микроорганизмы грибы так или иначе присутствуют не только в окружающей человекосреде они находятся непосредственном контакте с организмом человека населяя барьерные органы желудочно-кишечный тракт органы дыхания кожу мочеполовую систему а часть из них однажды ворвавшись в ваш организм теперь пожизненно прописаны и в организме человека как например некоторые вирусы и пока человек с такой дополнительной токсической нагрузкой справляется он находится в состоянии относительного здоровья вот когда в эту систему внедряется новый патоген важно его правильно встретить от чего же зависит опасность нового возбудителя первично от скорости производства токсинов и степени опасности этих токсинов для вашего организма для жизненно важных органов а вот вторично от вашей реакции на эту новую ситуацию однако так как вы не можете регулировать опасность патогенов которые попадают в ваш организм ваша реакция на инфекцию становится первичной и жизненно важной почему опасен грипп скорость производства токсинов очень высока а для штаммов гриппа а сравнимо с особо опасными инфекциями такими как чума холера натуральный оспа потому и смертность высокая однако грипп это не приговор а руководство к действию приговор только для людей неосведомленный статистика на сегодняшний момент одна лишь донецкая область потеряла примерно 300 человек от осложнений гриппа статистика в украине но в других областях вроде как мягче около сотни человек пострадали таким образом от вируса гриппа но думаю что цифры существенно занижен поэтому действия нужно совершать сразу при первых признаках не нужно дифференцировать пирус такой вирус сякой орзе орвы и грипп если у вас начинает подниматься температура действие нужно лечебную помощь нужно оказывать возможно ранее используя основные работающие при гриппе пути очищения вашего организма значимость которой в обычной жизни и в случае развития инфекционных заболеваний различны особенно это имеет значение если это грипп но о том как оценить свой уровень здоровья и степень вероятности развития осложнений вашем организме вы узнаете прямо сейчас какие же основные пути очищения организма и какое они имеют значение при гриппе в обычных условиях основной орган очищения крови это печень печень при правильном к ней отношении способны не только очищать до 30 процентов крови но и обезвреживать токсические вещества что кроме нее в организме практически никто не делает только у нее такая прерогатива делать токсины неактивными и в этом виде они удаляются через испек собственно желчью печенью и через другие пути удаления токсинов однако если есть застой желчи на фоне какой-то дискинезии например желчного пузыря песочек либо камни в желчном пузыре говорят просто о давности этой ситуации не говоря уже о наличии гепатита либо жирового гепатоза вы не очень готовы к эпидемии гриппа и выработка интерферона антител под угрозой особенно в случае приема стимулятора выработки интерферона до болезни принимая их на фоне для профилактики вы истощаете и без того скудные резервы когда вы их создавали они когда просто жили как жили принимая стимуляторы синтеза интерферона вне инфекции да у вас в крови полно интерферона вы вроде как защищены но когда резервы истощаться вы вы этого не увидите и в случае развития гриппа а резерва у вас нет вашей иммунной стемени еще вырабатывать не интерферон не антитела и выход из инфекции без осложнений становится достаточно таким сомнительным реальный грипп в таком случае вы встретите безоружными многие жалуются почему они сработали при гриппе да такие случаи мне известны десятками просто перед тем как начинает принимать стимуляторы синтеза интерферона нужно подготовить ваш организм печень одно дело абсолютно здоровых человек которых я уже давно не видел а другое дело что плохо обследованы которых тоже достаточно много и реальное состояние здоровья вы не знаете но вышеперечисленные заболевания показывают что не самым лучшим образом будет вырабатываться иммунная защита в вашем организме в случае любой инфекции неважно это урви грипп это обострилась урз не имеет большого значения важно готовность вашего организма к этой ситуации увеличить второй по мощности фильтр крови это почки они очищают примерно 10 процентов циркулирующей крови или примерно по 750 литров в сутки очищает каждая почка и начальные признаки неправильного использования почек в обычной жизни это солевой диатез или песочек в почках на этом фоне часто обостряются цистит уритрит простатит эти ситуации тоже показывают что ваш фильтр не очень готов к очищению вашего организма к очищению крови а в случае инфекции он работает наиболее интенсивно основная задача по очищению крови от токсинов во время инфекции эта работа почек если у вас есть вышеперечисленные заболевания не самым лучшим образом будет очищаться ваш организм 3 по мощности путь очищения крови это работа секреторных желез желудочно-кишечного тракта вместе секретом слюны желез это примерно 15 литров в сутки однако этот путь очищения крови работает лишь при правильном питании и результат либо токсины удаляются содержимое кишечника либо если они циркулируют системе мы не создали условия для их удаления есть циркулируют системе просвет кишечника оттуда всасываются в кровь попадает секреторным железом и вновь попадает в просвет кишечника в этом случае токсины поддерживают воспалительные либо эрозивно-язвенные процессы в желудочно-кишечном тракте и банальный гастрит гастрододенит язвенная болезнь желудка 12 перстной кишки колит энтерит язвенный колит они показывают разные стадии этого процесса что различные токсины выделяясь через различные отделы желудочно-кишечного тракта показывают свое присутствие и пока вы их не удалите во первых у вас будут эти заболевания так или иначе обостряться при различных погрестностях питания но случае гриппа правда это эти заболевания имеют меньшее значение потому как даже плохая пищеварительность тема способна всасывать и воду и растворы в воде растворенное варенье мед повидло разные такие вот комбинации они всасываются легко не глядя на состояние желудочно-кишечного тракта правда обилие кислот в этих продуктах может обострять ситуацию может обострять гастрит гастрододенит как минимум и создавать вам сложности выборе различных жидкостей для охлаждения своего организма и для очищения крови вот эти основные пути очищения крови работают в обычных условиях из которых при гриппе работает всего один это почки но только при правильном сопровождении гриппа вот если есть выше перечисленные заболевания со стороны одной или нескольких систем даже не очень опасная инфекция может стать для вас очень опасная не скажу что смертельно опасной и один из таких видов инфекции это грипп ведь исходный уровень интоксикации у вас выше и токсины истощают антиоксидантную систему организма хронически постоянно и своим присутствием они резко повышают риск любых осложнений и не только при гриппе а при любой инфекции когда тем токсином который есть добавились еще токсины новой инфекции вот здесь способны ли будете вы соблюдать необходимые условия для очищения для правильного очищения своего организма четвертый по мощности путь очищения организма через дублеры почек потовые железы через них в обычных условиях за сутки выделяется примерно 500 миллилитров пота это в 3-4 раза меньше чем способность почек по очищению крови в норме напомню почки дают полтора два литра мочи да и спектр удаляемых токсинов через почки значительно шире чем через потовые железы а вот если у вас присутствует измененный запах пота некоторые кожные заболевания то это индикатор неправильного использования этой системы в обычных условиях и возможно она вам не самым лучшим образом может помочь и в случае заболевания гриппом 5 по мощности путь очищения выдыхаемый воздух этим путем в норме теряется также примерно 500 миллилитров воды с которыми ваш организм покидают летучие соединения однако если есть хронические заболевания органов дыхания например вы курите или работа связана с пылью с раздражающими какими-то жидкостями вероятность развития очень опасных для жизни осложнений в виде дыхательной недостаточности резко повышается и в этом случае если у вас есть эти заболевания вам сопровождать грипп нужно более тщательно потому как риск резко возрастает шестой по мощности путь очищения это выделение из матки либо простаты они относительно невелики измеряется всего несколькими миллилитрами в сутки и перегрузить их выделительные способности токсинами принципе легко и просто поэтому пока ваш организм активно использует этот путь очищения крови заболевания соответствующих органов могут можно лечить долго и безуспешно я перечислил основные пути очищения вашего организма а также индикаторы того что состояние вашего организма не самое лучшее и это должно вас мотивировать на более тщательное выполнение рекомендаций о которых я скажу чуть позже что же происходит при гриппе основной путь охлаждения вашего организма связан с водой основной путь удаления токсина также связан с выделением воды по этой причине главный фильтр очищения крови печень становится практически бесполезным и временно теряя свое ведущее значение в очищении организма однако остается способность печени обеспечивать вашу иммунную систему всем необходимым для синтеза интерферона и антител основная нагрузка в очищение организма попадает на почки основная нагрузка вы охлаждение организма попадает на потовые железы и органы дыхания но только в том случае если вы отказались от еды и употребляете достаточное количество воды принципе ситуацию легко контролировать если присутствует три полноценных опорожнения мочевого пузыря в сутки вы все делаете правильно обычно при такой ситуации и температура находится ниже 39 39 с половиной градусов а кожа красная и влажная на ощупь и выздоравливающий чувствует себя неплохо а вот если воды не хватает первично падает количество мочи особенно важно контролировать употребление воды детям и женщинам просто дети воды в организме содержат относительно больше взрослых однако имея относительно более значительную поверхность кожи быстрее ее теряют и попадают в осложнение а у женщин очень малый запас воды в организме просто самое лучшее депо воды в организме в мышцах развитие которых у женщин обычно отстает от мужчин мужчине проще в случае заболевания гриппом его задача перейти на строгий постельный режим в этом случае из мышц утилизируется белок идет на выработку интерферона антител а освободившаяся вода легко испаряется через кожу через легкие либо выделяется через почки женщинам проблеме потому как мышечная ткань обычно развита очень слабо даже если вы активно занимаетесь спортом либо фитнесом и в этом случае вам нужно уделять больше внимания правильному сопровождению гриппа особенно если у вас есть очень интересный очень распространенный диагноз о котором я расскажу прямо сейчас очень опасный диагноз при гриппе это веет осуистая дистония по гипотоническому типу просто работа почек очень зависимо от артериального давления расширение сосудов кожи артериальное давление снижает гипертоники при этом радуются да при повышении температуры снижается давление они могут немножко сэкономить на гипотензивных то есть даже как они это делают в летнюю жару а вот случае если давление было исходно низким то чрезмерное повышение температуры тела у больного гриппа организм попадает в порочный круг чем выше температура тела больше расширены кожные сосуды кровь находится под кожей тем ниже уровень артериального давления и почки еще хуже очищают кровь однако если вы вовремя пополнили запасы воды в своем организме испарение воды с поверхности кожи снижает температуру и почки вновь включаются в очищение крови могут легко очищать кровь и до тех пор пока кожа красная и влажная очищение крови идет эффективно на фоне соблюдения питьевого режима и только при достаточном питье очищение через кожу можно усилить одновременно несколько снизить температуру тела такие процедуры понятны при температуре 39 39 и 5 и выше а при более низкой до 39 градусов делать я бы их вам не советовал просто можно преждевременно сбить температуру и нарушить выработку интерферона и антител а каким способом можно эту пакостную температуру 39 39 и 5 до 40 сбивать и получать положительный результат узнаете прямо сейчас что же делать ну самый простой способ обеспечить небольшое охлаждение вашего организма и обеспечить его очищение это компресс но правильный компресс с использованием легко испаряющейся жидкости и обязательное принципиальное условие он должен с одной стороны хорошо удерживать влагу и с другой стороны быть очень тонким просто чтобы жидкость легко испарялась именно в этом основная фишка компресс по мере испарения нужно увлажнять в этом случае легко испаряющаяся жидкость уносит из организма излишки тепла и организм охлаждается больше того вы одновременно усиливаете и потение соответственно и очищение организма что особенно важно при температуре 39 39 и 5 где вклад почек в очищение организма практически сводится к нулю или делается минимальным вот если сделать компресс многослойным тогда он будет мешать испарению воды с обрабатываемой участка кожи и способствовать перегреванию организма так делать нельзя что использовать как правило все это есть под рукой либо 9 процентный максимум уксус либо 20 процентный спирт выбор ваш детям я бы советовал использовать все таки уксус после окончания процедуры очень важный момент чтобы закончить ее правильно температура обычно немножко снижается и выздоравливающего нужно обязательно мягко аккуратно без усилий обтереть влажным полотенцем переодеть и перевести в другое помещение а это обязательно проветрить зачем вот эта возня она имеет большое значение просто чтобы завершить цикл очищения организма проветривание помещения необходимо делать вообще несколько раз в сутки и человек дышит у него испаряется достаточно много различных соединений с поверхности кожи и воздухе вот эти испарения которые человек потом повторно вдыхает и токсины часть токсинов крутится по кругу удалил вдохнул опять надо их удалять иначе вот такая постоянно действующая ингаляция токсинами может приводить к своим осложнениям от которых потом опять нужно думать как избавляться и обязательно влажным полотенцем теплым полотенцем слегка обтереть кожу не душ или ванна а можно потерять сознание дополнительное расширение сосудов кожи может снизить артериальное давление особенно у гипотоников и могут быть проблемы именно обтирание обтирание нужно делать правильно учитывая лимфоотток не просто тереть кожу так можно дырку протереть взяли приложили кисти и мягко тихонечко слегка прижимая ведете к плечевому суставу руку с нескольких сторон обтерли другую руку ножку и вот таким образом вы обеспечиваете лимфодренаж и усиливаете очищение крови и заодно снимаете под и те вещества которые находятся на поверхности кожи иначе постоянно действующий компресс из выделенных на кожу токсинов он будет работать важно переодеть поменять нательное постельное белье потому как часть токсинов находится на одежде не смогли испариться в помещении с открытой поверхности кожи до находится на одежде и хотя бы двухкратная смена нательного и постельного белья дает очень хороший эффект в плане детоксикации организма правил чек себя чувствует после этого легче и как тут на свет на родился легче стало и это важно делать не дожидаясь осложнений если вы все делаете правильно ну или почти все делаете правильно температура тела ниже 39 градусов или с небольшим хвостиком часто сокращение сердца около 100 удара в минуту кожа красная и влажная выделяется моча общее состояние нарушено и в этих условиях человек при гриппе обычно находится максимум пять суток может быть и два три среднем четыре и при завершении процесса температура самостоятельно снижается до нормы в этом случае ваша иммунная система поставит себе в зачет еще одну поверженную и укращенную инфекцию а вот если по каким-либо причинам процесс идет не так как нужно развиваются осложнения до пересмотрите это видео сначала возможно что-то вы делаете не так возможно вы не отдать недооценили свой организм степени готовности своего организма к этим инфекциям и не нужна какая-то коррекция в зависимости от того состояния в котором вы находитесь а прямо сейчас вы узнаете как же предупредить самые опасные осложнения почему они возникают многие недопонимают говоришь просто все то эмоциональный покой да строгий постельный режим да питье не по желанию а по потребности зависимости от тех показаний которые есть от тех показателей которые есть до температуру до 39 пьете достаточно до пульс около 100 пьете достаточное количество жидкости хочется вам не хочется привыкли вы к такому количеству жидкости или не привыкли осложнения могут развиваться причем токсически они предупреждают они развиваются постепенно понятно в В зависимости от степени повышения температуры. Частоты сокращения сердца. В прямой зависимости находится токсическое поражение вашего организма. Если вы в этих условиях нагружаете какие-то системы. Они будут страдать в большей степени. Но есть очень опасное осложнение. Я вам сейчас покажу механизм их развития. Чтобы вы понимали. Вот эти осложнения возникают внезапно. Вот так. Как многие хотят выздороветь. Расскажите мне как выздороветь. Щелк и я здоров. Вот примерно то же самое происходит при гриппе. С очень опасными осложнениями. Которые очень тяжело предотвратить. Вернее вывести из этих осложнений очень тяжело. И о них вы узнаете прямо сейчас. Какие же самые опасные осложнения при гриппе? Ну любой грипп. Любая инфекция. Это всегда интоксикация. И ваша цена. За выработку иммунитета. Токсическое поражение органов. И основной вопрос. Как не заплатить слишком высокую цену? Для этого нужно максимально возможно. Снизить вашу активность при гриппе. До строгого постельного режима. Убрать эмоциональный компонент. И употребляя воду. В разных видах. Просто ждать. Когда ваша иммунная система справится с инфекцией. И по большому счету никого не интересует. Хочется вам пить или не хочется. Привыкли вы пить столько воды или жидкости или не привыкли. Цена вопроса ваше здоровье и ваша жизнь. И индикаторы я уже и сказал. И в этом видео. И в других видео своих. Можете посмотреть и первую помощь при гриппе. И основные признаки. И первые признаки осложнений. Этой опасной вирусной инфекции. Что делать в разных случаях. Такие видео на моем канале есть. Вы их можете просмотреть. Потому как наиболее опасные и очень коварные осложнения. Со стороны органов дыхания. Предвестники осложнений в этом случае отсутствуют. Ни по степени повышения температуры. Ни по пульсу. Ни по частоте дыхания. Вы не можете их предугадать. Да. В зависимости от степени повышения температуры. Частоты сокращения сердца. Находится степень интоксикации. Количество мочи показывает. Да. Насколько ваш организм способен бороться с токсинами. Но. В случае осложнений со стороны органов дыхания. Все возникает внезапно. Это способствует строение органов дыхания. О котором я вам расскажу прямо сейчас. Как же устроена дыхательная система. Решил нарисовать вот такую картиночку. Может быть она не самая высокохудожественная. Но принципиально показывает как все происходит. Вдох нужно делать. Вот стрелочка стоит. Обязательно через нос. В этом случае воздух пройдя через три носовых хода. Через придаточные пазухи носа. Он не только очистится от бактерий. От вирусов. От грибов. От пылевых частиц. Химических компонентов различных из воздуха. Но. Он еще и согреется. А самое главное увлажнится. В этом случае воздух проходит дальше. В дыхательное горло проходит. И проходит трахею. И может попадать в легких для газообмена. А вот далее от легких вместе с воздухом на выдохе. Только вы делаете выдох. А мерцательный эпителий помогает мокроте удаляться. Идет мокрота. Примерно один литр в сутки у взрослого человека. Почти 98% которой это вода. И если воды не хватает. А первые признаки ее нехватки. Я уже ранее тоже рассказал. Густая слизь перекрывает бронхи. Причем. Если речь идет об обычном воспалении легких. Скажем. Долевая пневмония. Когда блокируется один долевой бронх. Вот они тут присутствуют. Вот трахея. И вот три бронха с одной стороны. Два с другой. В этом случае. Если блокируется долевой бронх первого порядка. Развивается долевая пневмония. Теряется примерно 20% дыхательной поверхности. Да. Это серьезная потеря. Развивается небольшая дыхательная недостаточность. И такое состояние обычно лечится в стационаре. Это серьезно. В эру до антибиотиков. В этом случае многие и погибали. Не выживали. Если блокируется менее крупный бронх. Следующий. Вот тут они как пальчики выглядят. Таких бронхов с права 11. Слева 10. То есть 21 бронх с двух сторон присутствует. То есть разделив. Получаем примерно каждый бронх. Обеспечивает воздухообмен 5% органов дыхания. Вот такая пневмония связанная с одной долькой. Ее даже практически не видно. Ее только слышно. Да. Тип. Кашель будет. Мокрота будет выделяться. Но. Общее состояние обычно не нарушается. Но. И в первом и во втором случае. Такие пневмонии при гриппе не возникают. Эти пневмонии развиваются от обычных бактериальных инфекций. А вот при гриппе обычно блокируются мельчайшие альвеолы. Я вот тут их нарисовал. Вот. Вот. Они находятся на периферии. А их очень много. И казалось бы. Если заблокировать альвеолы. Да какая разница. Такая мелочь. Да. Там бронхов 6, 7 или 8 порядков. То есть я первых два обозначил. Там бронх последних порядков заблокировать. Ну ничего страшного. Альвеола какая-то недополучает свой воздух. Не участвует в газообмене. Но при гриппе не все так просто. При гриппе блокируются практически все слизь, образуясь на периферии. Выходит в ближайший бронх и блокирует его. И вот здесь возникает очень серьезная проблема. Дыхательная поверхность, блокированная вот такой слизью. Это не 5 процентов, как при дольковой пневмонии. И не 20 процентов, как при долевой. Это значительно больше. Развивается так называемая сливная пневмония. Когда в хаотическом порядке в обоих легких блокируются массово вот такие бронхи. И блокируется дыхательная поверхность. И вот здесь очень легко, очень быстро и практически молниеносно в течение каких-то десятков минут или нескольких часов развивается острая дыхательная недостаточность. Которую проще предупредить, как в той рекламе, в одной из реклам было просто налей воды. Просто пить воду правильно в достаточных количествах и нужного качества. То есть тепленькую, с какими-то органическими кислотами, чтобы она легче всасывалась кровь. И предупреждать вот эти вот очень жесткие, очень опасные для жизни осложнения со стороны дыхательной системы. Потому как даже когда выходит человек из этого состояния, да, выводят, это аппараты искусственного дыхания тут нужны, тут нужно жестко помогать, явно не в домашних условиях. Если правильно сопровождая грипп, вы можете спокойно лечиться в домашних условиях. И правильно понимая этот процесс, предупреждать осложнения. Если вам не удалось, поехали вы в поликлинику, забыли взять с собой водичку. В течение получаса-часа, пока вы были в дороге, вода в организме начала заканчиваться. Кровь более густая. Нагрузка на сердце, нагрузка на сосуды. И те, у кого там есть проблемы, они начинают испытывать проблемы со стороны сердечно-сосудистой системы. А мокрота в легких начинает подсыхать. И развивается дыхательная недостаточность. Которую же еще раз проще предупредить, чем лечить. Лечить значительно сложнее. Выходит, далеко не все. Статистика неутешительная. Эпидемия в Украине еще не началась. А по статистике, только в одной Донецкой области более 300 человек погибли от этой опасной инфекции. В Украине статистика немножко мягче. Около сотни человек. Но я думаю, что эти цифры немножечко занижены. И будут достаточно быстро и активно расти. Если вы не понимаете важность таких простых рекомендаций в сопровождении этой очень опасной и коварной вирусной инфекции. Поэтому я и делаю постоянно акцент на правильное употребление воды в достаточных количествах и в разных видах. Также увлажнение воздуха. А также соблюдение строгого постельного режима. Не нужно ездить к врачам на консультации. Если вам нужна консультация врача, вы должны участкового врача пригласить к себе. В этом случае вы как источник инфекции имеете минимальное значение для окружающих вас людей. И вероятность развития осложнений будет минимальна. Если вы все делаете правильно, осложнение гриппа вас не посетят. А заболевание закончится выработкой иммунитета. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. С привычными подписчиками моего канала словами. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. И пока вы думаете, кому отправить ссылочку на это видео. Каким способом поставить лайк. Я подумаю, какое еще видео написать на эту тему для вас. До новых встреч на моем канале. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok